Привет, меня зовут Григорий, и это продолжение выживания в игре Seven Days to Die на сложность Insane с бегущими зомби, с одной жизнью, с уменьшенным лутом, с модом Starvation, конечно же, на канале Грине Плей. Добро пожаловать на мой канал и присоединяйтесь к моему выживанию. Поехали! Ну что ж, друзья, я обещал отсюда уехать и встретить вас уже на базе на своей, но, как видите, я отсюда не уехал. Почему? Потому что я хочу забрать кое-какой хлам и отвезти его к торговцу, что я сейчас и делаю. Давайте встретимся уже у него. Итак, я пытаюсь заехать сюда, за мной гонятся зомби, но вроде мне пока все это удается. Да, вроде пока удается. Есть кто? Нет, что-то они отстали, давайте быстрее тогда сходим на торгашу, чтобы развязаться с этим. И уже, наверное, можно будет ехать к себе. Да, никого вроде. Время пока есть, обязательно нам надо успеть, иначе магазин закроется и поглотит наш байк. Опасная вещь. Так. Да, отлично, у тебя хорошие цены, дай-ка я тебе что-нибудь продам тогда. Вот это все. Ага, не все я смогу, видимо, продать. Так, ну вот это ты хоть купишь у меня? Томогавки-то всякие. Упс. Блин, вот все время я ошибку, я все подряд продаю, а надо продавать, короче говоря, самые такие крутые. Так, все это мы продаем. Удивительно, что у меня вырос уровень, но при этом все равно он не хочет у меня скупать. Да, уровень с торговли вырос. Так, ну что же, вот есть кое-какое интересное у нас приобретение в виде денег, 12 тысяч у нас денег. Майнинг хелмет. Ну, естественно, я его не хочу покупать себе, потому что у меня он есть. Я сейчас просто доеду, скорее всего. Так, электрик энерджи систем. Странно, по-моему, я это прочитал. Да, известное все, известное. И я просто, конечно, доеду сейчас уже до дома, и там, наверное, буду что-то делать. Там у меня и шапка есть, и все как надо. Так, а здесь, наверное, ну что? Скупим патроны, наверное. Почему бы и нет? Нет, ведь достаточно ценная вещь. Сколько нам вот за это уйдет? Шесть. Так, так, так. Железные стрелы. Охотничий нож. Охотничье ружье. Ну, так себе. Патрончики можно, да, скупать потихонечку железные болты. Почему бы и нет, да. Так, а что, не хочешь у меня купить вот это что-нибудь? Не, не хочет. Дурацкая система, конечно. Конечно, по большому счету. Но ничего страшного, как-нибудь это переживем. Благо у нас здесь ресурсы. Ну, правда, ничего особенного я здесь не вижу, конечно. Но в любом случае, все. Тогда здесь брать-то и, по сути, нечего. Шестьдесят шесть. Защита вот такая вот от брони. В принципе, можно было бы ее купить, конечно. Ну, да ладно. Обойдусь. Как-нибудь продержусь. Так, зато вот есть электрик ваерпост. В принципе, ну, с другой стороны, сейчас сюда тащить очень далеко все это. Все, давайте на этом с торговством мы попрощаемся. Я, наверное, поеду обратно. Так, друзья, пока я ехал до военной базы, постречал группу вот этих вот зараженных, с которыми мне хотелось бы, конечно, разобраться, потому что я увидел вот этот детсад, в который, конечно же, я бы зашел. Ведь в детском саду могут быть замечательные учебнички, да? И рецептики, соответственно. Вот, поэтому надо это проверить непременно. Так, а ты куда собрался? Да, конечно, это оружие... О, по-моему, ни у кого выносливости не осталось. Это просто великолепно. У меня еще простуда, елки-палки. Я вырубил-рубил, и он отрубился. Так, хорошо. Ну давай еще мне выносливости дай немножечко. Да, остальная вилка дурацкая. Немного еды. Так, а эта тетка-то, походу, не померла, что ли? Да. Что-то она как-то бегает. Смотрите, подозрительно. Медленно-то. Ладно. Что-то интересное. Так, пришло время залезть все-таки в этот... В... О! Дали очки. Сколько у нас там получается сейчас опыта? 19. В общем, вот сюда хочу я залезть. Проверить, что здесь такого интересного. О! Серьезное стекло. Говорят, что здесь... Жердяй живет. Ну, про это я не знал, конечно. Так, жердяй, ну ладно тебе. Да, у меня сейчас проблемы, конечно, с выносливостью. Потому что все-таки и... И вторая зараза у меня, и... Болезнь. Так, ну здесь-то, я надеюсь, будет хоть какая-нибудь... Какое-нибудь подобие кровати. Что они попасть-то в меня не могут? Что я такого делаю, что... Так, все, пора отсюда отваливать. Откуда-нибудь встать. Постоять, просто отдохнуть. Присяду, а, он меня даже не видит. Ну-ка, дайте-ка я его... Заболчу. Ах ты, паразит. Вообще не туда ушел. Куда должен был идти. Болт на него лишний потратил. Да, вот так вот всегда и бывает. Так, мне нужны антибиотики. Это не очень хорошо, что у меня... Зараза. Немного пороха. О, зомбарь. О, ботиночки. Всякую фигню собираю. Так. Ой, блин, тут полицейский адский. Еще кто-то на меня тут сагрился. Ах ты, гад. Ты маневры используешь? Я тебе такого шанса второго не предоставлю. Так, окей. Заскрепим. Банку, наверное, тоже... Банку выкину, нафиг. Так, 100% еды. Блин, мне надо где-нибудь присесть, чтобы... Как он делался-то, этот полицейский? Слушай, здесь правда есть пару этих неплохих книжных шкафчиков. Дайте мне рецептов. Блин. По-моему, вообще в книжных шкафах больше рецепт не раздают. Так, рецепты на горящие стрелы. О, наконец-то их нашел. Мне все говорят, купи, 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 купи горящие стрелы. Или взрывающиеся. Но, в общем, я не хотел их особо покупать. Да, рецептов... Кот наплакал. То есть, грубо говоря, я пришел сюда за рецептами. И чувствую, что рецептов особо я тут не получу. Кстати, вот можно картину посмотреть. Я бы дольше посмотрел. А, во. Тут еще есть две. Замечательные стойки. Еще такие же стрелы. Так, прикольно, конечно. Когда одно и то же выпадает. Так, о. Опять знакомые рецепты. Кстати, вот эта вот электроника у меня уже была. Хоть обратно. Обратно хоть езжай к этому. И продавай все это дело. Друзья, давайте тогда уже я, наверное, поеду к себе домой. Окей? Подъезжаю к своему дому. Да, у меня практически закончилось топливо. 7%. Так, выключу свет. Пожалуй, да, опять темновато. Но ничего страшного. Сейчас мы здесь что-нибудь подсветим. Не знаю, работает у меня генератор, нет? Судя по тому... Так. Зеленая лампочка горит. Но генератор, судя по всему... Судя по всему, молчит. Фигня какая-то. Так, ну-ка. Немного топлива есть у меня. Да, беда, беда, беда. Но ничего страшного. Так, врубили энергию. Посмотрим, что тут видно. Так, люди-то хоть есть какие? Чуть-то людей даже не видно. Нет, один кто-то валяется. Так, ладно. Сейчас, наверное, займусь тем, что буду перекидывать... Свой хлам, который я привез. Да, пускай там подсветится улица у нас тоже. Ну, а встретимся мы тогда, когда я уж все это перекидаю. Так, друзья, ну что ж. Тут у меня вроде кто-то пробегал. Похоже, какая-то небольшая орда, что ли. Я решил проверить, посмотреть, что у меня тут внизу делается. Но чувствую... О! Кстати, друзья. Давайте-ка глянем. Смотрите. Есть у нас кое-какие ловушки. И все они, на удивление... Нет, подожди, по-моему... Да, одну курицу я нашел. В ловушках оказалась лишь одна курица. Это на все ловушки. Кстати, вижу тут поломанные... Другие еще... Структуры разные. Так, крыса. Отвали. Сейчас мы разберемся с этими крысами. Вообще, я слышал зомбей. Да, немножко покоцали. Немножко покоцали здесь... Кое-какие строения. Но это все крысы грызут. Надо будет, конечно, заняться ремонтом. К любому. Так, у меня тут что? У меня... Остается только... В байке у меня осталось некоторое количество мяса, которое надо перекинуть. Кстати, в нем нифига нет этого топлива. Так... Какой-то труп. Непонятно чей. Ну и, в общем-то, по большому счету, все. Видимо, кто-то проходил и зацепился за мои выступы колючие. Так, ну ладно. Я вот думаю, что делать дальше. Во-первых, я еще даже не сходил на свой огород. Так, что у нас здесь? Да, здесь у меня бетон. Так, это мы сюда выкидываем. Куры. Да, надо, наверное, строить уже курятник будет. А вообще интересно, вот как... Как вообще понять, что можно делать, например, в этом моде. Вот я, например, чувствую, что не знаю всех каких-то аспектов и тонкостей этого мода, потому что я просто даже рецептов всех не знаю. И что когда можно сделать. Так, ну, тем не менее... Слушайте, а кто-то постарался у меня здесь, похоже, на огороде-то поработал. Но, тем не менее, что-то подросло. Что-то подросло, даже что-то я могу снять здесь. А, ну правильно. Пока меня не было, вероятно, тут этот... Как его, зараза, похозяйничала. Так, а мы сейчас соберем этот бамбук. Бамбук, как я говорил, мне нужен для изготовления плота. Ну, это мы посмотрим, все. В общем, давайте сделаем так. Я сейчас соберу этот огород, чтобы вас не томить им. И дальше посмотрим, что еще здесь можно сделать. Итак, друзья, наступило утро. Я, собственно, доделал свой огород. У меня здесь все, как всегда, работает. Сейчас я бы вот хотел, знаете, что сделать? Посмотреть, наверное, немножечко рецепты. Вот, в принципе, кое-что в этих рецептах найти можно. То есть, список крафта. Вот. И сейчас мы глянем здесь кое-что. В принципе, кстати, мне нужно заняться, наверное, вот этим устройством. Это вот, кстати, а мне нужен для него рецепт? Непонятно, нужен ли мне для него рецепт или нет. Но я бы хотел это сделать. Это... Так, это у нас самогонный аппарат, в общем. Он позволяет нам делать много чего хорошего, я так понимаю. Наверное, спирт гнать. Но также нужно изготовить научную станцию. И для научной станции нам нужно три компонента. Собственно, база ее, части и маленькие части. Давайте посмотрим... Так, стейшн, да? Стать и он. Так, стейшн, да. Кстати, у нас есть здесь вот замечательные такие вещи, как кук стейшн и фермер стейшн. То есть это для, так понимаю, ухода за огородом. Но, наверное, можно заняться этим. Ну, давайте сначала с научной станцией разберемся. Итак, мне нужно дерево, железо и сталь. Так, 500 дерева там. И вообще тут всего у меня дофига нужно. Ну, ладно, сейчас попробуем сделать. Я уже, честно говоря, не помню даже, что дает нам научная станция. Но что-то ценное она точно дает. Да, кстати, перед этим, как мы будем делать? 19 очков у меня опыта. Куда бы я его хотел бы вкачать? Ну, честно говоря, тут трудно понять это в данный момент. Я, наверное, подожду следующего оружия. Может быть, брони-то мне арморкрафтинг. О, арморкрафтинг вполне зайдет, да. Вот, пожалуйста, давайте еще брони поднимем. Качество. Почему нет? И тогда можно как раз, пока у нас все делается, изготовить себе немного новой брони. У меня, между прочим... Кстати, да, шлем, наверное. Шлем, шлем, шлем. Шлем можно сделать себе. Вот взять вот этот вот, да? 309 который. Хм, ну, сейчас, прикинем. Ну, в общем, короче говоря, будем делать мы с вами, помимо прочего, защиту. Так, еще у меня чикен куб есть. Это у нас для, соответственно, для курей, да? Но для этого мне нужно, наверное, выбрать место сначала. А с места у меня есть проблема небольшая. Сейчас я пока не хочу здесь все нагромождать. И поэтому, думаю, сначала выделю место. Например, построю какую-нибудь, какую-нибудь точку для этого. Так, клей сделаем там, не знаю, там штук сколько. Ну, пускай 8, а 6. Так, отлично. Делается у нас клей. Так, кости это я все выкидываю. Эти у меня все бездельники тут топчутся, ходят, вертятся. Мешает, одним словом, мне тут. Но выгонять-то я их не хочу. Так, хорошо, значит, давайте сначала... Да, мне еще надо скреп айрон. Скреп айрон, чтобы делать скреп броню. Хотя у меня не вся скреп броня. У меня есть только нагрудник, да? Допустим, чест. Чест, армор. Ага. Скреп. Так, армор. 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 Так, а что скрепа-то нет? А, скреп может быть здесь только делается? Так, скреп. Давайте, кстати, научную станцию, может быть, сделаем. Я просто хотел посмотреть, может быть, мне надо какое-то задание там есть для этого. Так, скреп. Скреп. Да где ж тебя носит этот скреп армор? А, все понятно, здесь кожа же нужна. Да, все время эти компоненты. Вот я уже говорил так, что, по моему мнению, конечно, здорово было бы, если бы компоненты все брались из ближайших ящиков. То есть не надо было нам там бегать постоянно, что-то там выискивать в этих ящиках самых. Так, ну где нас? Скреп. Чест, армор. Ага, у меня нет этих. Недостаточно. Недостаточно у меня скотча. Так, дактейпов. Там штуки три. В принципе, для этого-то я и делал клей, так что, наверное, можно и поболее. Окей. Значит, еще раз зайдем на скреп армор. Так, чест армор. Да, скреп, чест армор. А остальное самое интересное, что у меня идет нормальный армор. То есть, ну шлем, ладно, я, может быть, возьму все-таки фонарик себе, чтобы больше не мучить ваши глаза. Айрон глоус мне нужен. Ботинки, в принципе, ну можно и ботинки сделать. Так, значит, айрон глоус. Айрон. Давайте, глоус. Так, здесь будет айрон. В бутс, на всякий случай, да? Почему бы и нет? Так, лэгармор. Айрон лэгармор. Да, кстати, а я вот не помню, на что это я заменил. Да, вот можно уже одевать кое-что. Так, вот это, по идее, нужно будет плавить. Но плавить мне пока негде, потому что у меня тут, извините, куча бетона делается. Прям просто куча бетона. Хотя сюда я тоже его заберу, наверное, да. Цемент. Потому что много, много. И это все будет для того, чтобы расширить мое хозяйство. Да, значит... Вопрос у меня. Я наделал военную вот эту вот защиту. Кстати, милитари лэгармор. Так, ну хорошо, я сделаю тогда айрон лэгармор. Проверим просто, какова там будет защита. Все, с этим вот я развязался. По идее, с этими элементами я тоже развязался. Да и, по-моему, со скотчем, наверное, так же. Давайте глянем. Так, кстати, биты у меня, да, новые есть. А, мне же нужно еще вот что сделать, друзья. Мне нужен новый топор. Айрон. Так, экс. Не айрон только, а стальной, стальной. Стальной топор. Давайте еще сделаем... А, кирка у меня нормальный, так. Хотя, кстати, и топор у меня нормальный тоже. Так что нафиг я это делать не буду. Так, все здорово. Все здорово. Не считая только того, что... Я, наверное, поем. Да, у меня простаивает вот это все добро. Так сказать, целая кухня, которую тут сварганил. Но мы еще успеем этим воспользоваться, потому что надо наладить нормальное хозяйство. У меня появилась кое-какая идея, наверное, как можно улучшить огород. Да и вообще, возможно, в какой-то момент я, может быть, отсюда все-таки съеду. Проблема с тем, чтобы съехать отсюда, собственно, заключается в одном. Все перевезти куда-то, куда надо. Вот. А это, скажем так, не самая простая задача в этой игре. Пока нам еще тяжелую технику не завезли сюда, которую обещают. Вот. Но, тем не менее, хоть что-то так попить. Теперь попить, да. Там пару банок, я думаю, будет вполне ненормально. Так, все. И смотрим, что у нас здесь. Вот это добро. Так, вот это добро. Да, немножко получше. У меня теперь защита стала. Кстати, вот, я так понимаю, снаряжать никого тут нельзя. Потихоньку будем плавить тут все, наверное. Да, пускай все плавится. Так, снаряжать этих... Хотя нет, почему? Ну, я не знаю, оденут они эту защиту? Мне кажется, вряд ли. Можно попробовать там, я не знаю. Покажи, что у тебя есть. Ну, ради прикола. Ради прикола я сейчас ей дам вот этот скреп. Скреп, грубо говоря, нагрудничек. Посмотрим, наденет она, наверное. Да не, какой наденет? Такого тут еще не дошло. Да, к сожалению. Хотя вот можно было старое все свое раздавать. Ну да ладно. Ну да ладно. Сейчас наверняка, кстати, к нам придет еще к рекуни какая-нибудь. Это куда без этого-то, да? Так, стил. О, друзья, ну я только сказал. Ну, пойдем повеселимся, что ли? Так, сейчас, 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 я только хотел взять еще одну, наверное. Во, у меня тут есть, да, на ножне. Мы проверим. 71 против 55. Ну, что ж, вполне адекватно, на мой взгляд. Так, давайте-ка оденем тепленькое. Ну, и побольше к рекуни мне. Так, это я не туда закинул. Сейчас я пока вот так быстренько сделаю. К рекуни, давай-ка, давай мне еще уровни прокачивай. Где тут все? О, у нас же ловушки еще надо зарядить. Так, все-все. Крысы, крысы всякие тут. О, понеслась. Так, ее пока бить не буду. Так, да нормально вы. Ой, ее, ее убил случайно. Блин, ну вот она подвернулась тупо мне под руку. Ну, вообще класс, просто взяли, мне тут и морду набили по-черному. Так, что у нее там? Ничего не было, да. Слушайте, вообще что-то с лутом. О, да еще одна есть. Хорошо, хорошо. Так, мне надо больше, больше жертв. Не, ну ты-то ко мне не лезь. А тут и... О, собака. Барабака. Так, собака, норм. О, кстати, во. Дайте-ка я вот сюда их подгоню. О, один в капкан попал. Неплохо. Я, правда, его не ловил особо. Да ладно тебе. Все, надоело. Так, ну ладно, повеселились и отлично. Отлично. Может быть, с кэвенджинг у меня какой-нибудь хоть поднимется. После этого. О, ножичек бы, да, подточить надо было бы. Подправить, так сказать. О, пистолет дали. Да, у теток иногда пистолеты почему-то попадаются. О, милитари файвер. Надо было сразу разбирать это дело, все. Этот в капкан попал. Да, нужно зарядить сюда что-нибудь. О, мясо. Так, отлично. Сюда. Еще сюда. Так, мясо. Действительно, зарядил немножечко мясца. Ах, елки-палки. Сколько же этих крыс тут? Прямо не перебить. Ну ладно. Так, давайте перейдем сейчас к описанию заданий, потому что я так подозреваю, что здесь может быть где-то задание. О, кстати, секунду. У меня же еще вот ловушки сработанные. А, смотрите-ка, змеюка. А что она тут делает? Так, мясо дали. Ловушки пустые. Все пустые ловушки, да? Ничего мне не дали, я так смотрю, да? Хорошо, тогда давайте туда пшенички подложим, потому что мне куры-то понадобятся. Я ведь хочу сделать тоже такую площадку под курятничек. Вот, значит, мне нужно здесь четыре штуки. Да. Не-не-не, туда не ходи, сюда ходи. Да. Заряжу еще раз наше добро вот это. Кстати, блин, а я что-то вот сейчас только подумал, а ведь какой день-то у нас? Двадцать седьмой, то есть... Хм, у нас скоро орда. Веселье. Будет веселье, значит. Так, орда, орда. В принципе, мне нужно немножечко даже подготовиться к этой орде, я думаю. Так, поправить, во-первых, поломки. Да, поломки. Так, ладно, давайте я все это перекину, а потом мы с вами уже встретимся. Так, друзья, я зашел... Вернее, вышел. Куда зашел-то? Зашел я на площадку со своими ловушками. Кстати, обнаружил, что здесь... Чуть не понял. Курица, что ли, сидит? Блин. Неправильно я поступил с ней. Она уже мертвая оказалась. Так, вот. Зарядил сюда мясо. Еще одна ловушка отработанная здесь. Так, курица там оказалась. Ёлки-палки. Не успеваешь ставить ловушку, уже кто-то туда попадает. Так, там зомбарь какой-то идет. Да, я, собственно, хотел полечить немножечко свою оборону. Да как так-то? Оборонку свою немножечко так подрихтовать, наверное. Здесь у меня много всего. Так, дерева нет опять. Ладно, давайте я тут поправлю многие вещи. А потом мы с вами уже посмотрим на результат. Так, что здесь такое? Пока я тут собирал ресурсы для того, чтобы, грубо говоря, починить свою любимую базу. У меня тут кто-то приперся. И вернее, наверное, даже на все готовенькое. Блин, они прутся через этот. Через мои ловушки. Отвали. О, да их тут несколько. Поразит старикан. Наконец-то. О, еще один, которому не досталось. Видно, да? Да, как всегда вы ничего не носите. Ничего у вас нет. Нет, смотрите-ка. Немного металла мне принесли. И то хорошо. Да, мини-орда, видно, что ли, приходила. Короче говоря, только я все починил тут, настроил. Взяли все, поломали. Так, ну, в общем-то, я и хотел сказать, что все нормально. Почти я тут отремонтировал. За исключением только того, что колючки набили у меня здесь приличное количество. И нужно, наверное... Наверное, надо его как-то подлатать. Это все дело. Итак, более-менее я вроде там все достроил. Проверил нижние ярусы, где там крысы подгрызли. Вроде все нормально. Проблем с этим особо нет. Поэтому давайте сейчас займемся... Наверное, посмотрим, что у нас по заданиям есть. Квесты. Фишинг. Вот нужно мне... Фишинг освоить, друзья. Ловить рыбку. Так, что еще? Убить медведя. Убить коричневого тигра надо. В принципе. Приручение. Так, приручение. Крафт-анимал-фид. Так, place true. Крафт-анимал-фид. Так, а что у нас? Энимал... Энимал-фид. У нас хэй-бэйл. Ват-грейн. Плэнт-файберс. Хэй-бэйл, да? Плэнт-файберс. Санфлауэр. Ойл. Да, то есть, чтобы сделать нам энимал-фид, нам нужно именно... Это все. Но, что я хочу сказать. Вот, например, если я сейчас сделаю из животных, да? Пойду по этому пути. То наверняка у меня куча проблем новых появится. Мне придется все время заботиться о... Скажем так, об этих животных. И черт узнает. Надо ли мне это? Радап. Фирал родеет от Уайт. Где все это искать? Где все это искать? Где этих друзей искать? Так, так же у нас... Так. Раббит-хач. Ага, два ведра. Двадцать гвоздей. Так, ну ладно. Допустим. Два ведра. Двадцать гвоздей. Может быть, я здесь и сделаю сейчас себе гвоздей. Какое-то количество. Потому что действительно... Проблема в том, что гвозди периодически нужны. Да, пускай весь гвозди выпадут. Наконец-то уже. Вот. И давайте сделаем тоже... Вот у нас здесь, по-моему, или где? Так, кстати, есть Amo Workbench. Где же у меня этот был-то? Нет, в строительном, по-моему. А, в частях. В частях у меня Chicken Coop. То есть, это вот курятник. У меня уже есть. Но мне надо сделать еще для кролика. А для этого мне надо сделать еще и два ведра. Давайте сделаем сразу два ведра. Так, вроде с этим понятно. Причем в этих квестах просят скрафтить, да? Вот Кубсон и Хачес. Квест. Так, колючка. Гвозди. Два гвоздей, два ведра. А еще мне надо тогда колючую проволоку опять брать. Он мне ее посчитал, но я и дерево заодно. И дерево, да. Потому что все это мне посчитал квест, что я как бы это выполнил, но наличия у меня этого нет. Так, отлично. Давайте теперь выполним вот этот несчастный квест. Так, еще одно ведро. Не хочет мне приходить оно. Вот. И вот я вроде... Так, что это такое Орхард? А, это... Нужно сажать, да? Сажать... Сад. Ну, в общем-то, кроме рыбалки, мне рыбалку надо выполнить, потому что без рыбалки я не могу сделать плод. Что само по себе достаточно глуповато, конечно, выглядит. Так, окей. Значит, здесь мы крафтим сейчас Раббит Хач. Биогаз. Да, вот некоторые, друзья, рецепты скрыты как-то. Их вообще не видно. Может быть, и надо... Не знаю, там их... Искать где-то. Находить еще какие-то... Книжечки с рецептами. Но, действительно, вот... Биогаз. Вот, например, вот биогаз. Для этого, наверное, книжку надо какую-то. Итак, выполнили мы Раббит Хач. То есть у нас теперь есть место для кроликов, место для... Так сказать, цыплят, курей. Вот. И я думаю, что, в принципе, мы это поставить-то можем. Только проблема в том, что... Где у нас этот... Кубсон Хач, да. Так, Кубсон Хач, Раббит Хач. Так. Шесть. Так, возьмите два ведра. Так, ну я же потратил только что два ведра. То есть, в принципе, наверное, он сработает, если я возьму одно ведро хотя бы, да? То есть, стоп. Стоп. Да, что-то мне там сработало. Сработало в этом задании. Ага, одно. Не очень удобно, конечно, с этим делом. Представь еще одно, что ли, ведро делать. Так, а это ведро, интересно, сработает, если я его вылью просто. Воду из него, допустим. Давайте посмотрим, что будет, если я из него просто воду вылью. Хрен, ты ее выльешь еще. А, вот. Так, ну давай. Одно. Есть ведро у меня? Да, есть одно ведро. Представь еще одно делать ведро, куда я, там, запасное должно быть у меня. Ладно, три ведра пускай будет. Все это... Ага, и оба их надо наполнить водой. Все понятно. Раз. Вода. А, все, я его наполнил уже фактически. Ну. Так, ну давай. Есть. Не знаю, может быть, даже лишнее ведро я делал. Так, подожди, я оставлю это, я это ведро не буду делать. Что дальше-то? Седьмой этап. Chicken feet. Ну, короче, надо еды взять. Значит, надо где-то сотню мне сделать масла из подсолнечника, а это делается на ступке. Да, значит, сколько мне тут надо сделать? Пшеницы взять. 20 штук. Так, масло 20 штук, да? Давайте попробуем. Так, пшеницы. О, 20. Значит, мне нужно вот этого добра взять. Тоже какое-то соответствующее количество. 20, да? Так, окей. И... А! 20 масла мне надо из этого. Да, кстати, а масло делается вот таким образом, сколько я помню, да? О, 20 масла, да, дали. Опять замерзаю. Слушайте, да если вот не успеваешь, балансовая терморегуляция вообще напрочь отсутствует. Ну что, давайте попробуем сделать теперь animal, а, chicken feet нам надо, да? 20 штук или сколько? А, 100 штук. То есть на 20 они там по 5, да, и тут похоже. Да, по 5, по 5, все правильно. Сейчас сделаем chicken feet. То есть это для кур. Еда. О, прибавляется. Так, отлично. И следующий этап. Rabbit feet надо. Ага, салат надо. Муку получить. Салат и масло. Ну, они, в общем, заманали этими заданиями, честно говоря. Ну, муку понятно как. То же самое мы делаем. То же самое, только... Так, сколько там у нас? Давайте, так, 30. 20 муки, насколько я понимаю. Ее надо вот сюда. Да, вот, 20 муки, окей. Далее. Далее у нас опять, по-моему, там 20 масла. А, салата еще надо. Так, 10. А, даже 10 надо. По десятке нам все. Да, 10 масла. Значит. О, сейчас мы это устроим им. Так, сюда тоже масло, да. Ну, вообще как-то в ступке, мне кажется, это очень радикально делать муку. Не могу муку, то ладно. А вот масло в ступке делать, наверное, что-то не то. Так, а салата-то у меня и нет, похоже. Салата нет. А сколько надо за этого салата? Тоже 10, что ли? Тьфу, 10 салата. Ну ладно, что делать-то, да? Отбой пока. Chicken feet. Тоже в отбой идет, потому что я сейчас продолжить это уже не смогу, конечно. Ну что ж, давайте тогда посмотрим еще, что у нас за рецепты. Ну, поскольку нет ничего про научную станцию, я предлагаю заняться научной станцией. Вот научная станция, это... Должна нам, в общем, что-то полезное дать, 100%. Давайте с базы начнем. Значит, steel и forged iron. Дерево, steel, forged iron. Слушайте, опять кто-то приперся там. Сталь, так. И сразу научная станция, да? Station. Вот, Station Base. База научной станции. Крафтим. Три минуты. Не очень меня это радует. Перспектива крафтить так долго, поэтому мы... Отправим ее на верстак крафтиться. Хотя верстак полностью читерный, но что делать. Смотрим дальше. Так, стат. Science Station Parts. Электрические бумаги 55. Iron. Так, они молчают. Ну ладно, сейчас мы все соберем тут. Химия. Так, нет, это бумага у нас должна быть, да? Бумага. 55 бумаги. Канделябр. Так, что там еще-то у нас идет? Iron. Электрические части. И шкура. Так, шкура есть. Iron. И электрические части. Ну что, есть? Да, научный... Кусок научной станции. Давай здесь тоже. Вот. Части научной станции, да. Пускай это уже делается, но это уже гораздо быстрее, кстати, изготавливается, чем... То, что мы видели до этого. Поэтому... Опс. Да, это не сюда. Электроника. И просто всякие части. Дальше. Дальше у нас идет... Маленькие части научной станции. Так, два бикера, один котелок, большая кость. 20 гвоздей. Так, начнем с гвоздей. Ну, 20 гвоздей. Есть два бикера надо. Есть три бикера. Кости. Самое, что удивительное, да. И котелок. А вот с котелком, наверное, у меня будут проблемы. Потому что котелок... Один. Хм. Боюсь, что котелка, наверное, у меня и нет. Да, котелок... А, вот тут может быть. Нет, тут тоже нет. К сожалению, тут нету. А, вот котелок есть. Да, уйди, напугало. Окей, здесь, наверное, уже почти готово. Все, да, поэтому мы сюда тоже зарядим сейчас. Хотя могу ее, наверное, крафтить. 17 секунд. Это я у себя здесь прокрафчу. Все, отлично. Отлично мы сделали. Потому что теперь у нас есть... Компоненты научной станции. Сейчас мы будем разбираться, что да как там устанавливать и все собирать. Блин, они достали там эти зомбари бегать все время. Так. Ломать мои постройки. Сейчас посмотрю, что там... Что случилось у меня там? Вообще, конечно... Да, кто-то там приперся и сдох. Ну, ладно. Побудем на свежем воздухе. Хорошо. Давайте тогда... Вероятно, здесь остается только собрать нам эту... Основную... Основной компонент. Так, 3 минуты. Две... То есть, секунды. Есть, есть. Все. Ну, что же. Science Workstation. То есть, собирается за одну секунду. Отлично. Ну, теперь ее надо поставить куда-нибудь. Поставить, я думаю, надо так, чтобы ей удобно было пользоваться. Насколько я знаю, она огромных размеров. Я тогда ее поставлю таким образом, чтобы она мне уж точно не мешала. О! Ну, пусть день здесь стоит, в конце концов. Почему бы и нет? Так, давайте посмотрим, что этой научной станции можно... Ага, здесь у нас еще набор. Набор всего интересного, да? Здесь нам нужны медицинские ножницы. Ножницы медицинские... Да! Вот она, в чем дело. Значит, ножницы медицинские у меня вроде были. Вот они, медицинские ножницы. Окей. Так, а потом второе, по-моему, это Calipers. Сейчас, где-то это, по-моему, делается. Так. Вот. Это... Как это сказать? Хирургический... Хирургический... Пинцет. Наверное, да? Да. Хирургический пинцет. Его, кстати, можно сделать самому. Самое, что удивительное. Дальше. И вот какая-то там еще... Так, по-моему, это тоже надо смотреть. Все сразу... В верстаке. Так, медикал... Во! Медикал сайнс кит, друзья. Медицинский набор. Пять аптечек. Кожа, алкоголь. Да, бэндэйджа. First aid bandage. Да, first aid bandage. Пять аптечек. Ну, это, блин, я тут, конечно... Сейчас такого не соберу. К сожалению. Да, научный какой-то медицинский набор. Так, ну ладно. А что-нибудь мне теперь можно тут делать? Топливо сюда надо. Медицинский. Да, пишет, собственно, что мы можем изготавливать здесь. И на некоторые параметры нам... Ножницы. Ага, медицинский набор требуется для того, чтобы изготовить такую аптечку. То есть мне нужно все это искать, судя по всему. Медовое масло. Майнеры control box. Майнерс. Шахтеров каких-то контролировать. Прополис сериум. Ага, сырой прополис. То есть это из пчел. Что-то там делается. Королевское... Желе. Капсула. Что это? Почему? Черт узнает, что это такое там. Наделали много чего интересного. Ладно. В общем, часть научной станции у нас есть. Надо теперь идти, вероятно, искать аптечки. Но это я уже сейчас делать, конечно, не буду. Так. Что бы я хотел еще? Надо разобраться все-таки с рыбалкой этой. Ёлки-палки. Да, кстати, еще бамбу... Бамбу... Рафт. Что он там? Да, много клея надо варить. Так. Я тогда сейчас сбегаю, наверное, за водой. Грязной. Потому что мне нужно пополнить запасы грязной воды. Потому что если я буду варить клей, то она мне просто тупо понадобится. Так. Что вы никуда не уходите. Я сейчас вернусь. Итак, я поставил готовиться клей. 100 штук клея. Потому что можно его будет использовать для изготовления скотча. И его продавать там и всякое такое. Ну, в общем, помимо этого, я думаю, надо все-таки закончить эту рыбалку. Вот. А для рыбалки нам нужен бамбукейн. Да? То есть тоже, опять же, клей и скотч. Как ни странно. Сразу возьму тряпья. Наверное, да. И возьму клей. Так. Что это у нас тут не хватает? Думаю, тут надолго надо. Да. Сделаю, наверное, немного скотчика. Еще. Почему бы и нет? Где-то у меня бамбук еще был. Бамбук у меня, кстати, теперь навалом. И не только палку бамбуку я могу сделать, да? Но и уже, наверное, плод. Но только у меня нет рецепта пока. Так, крючок. Крючка не хватает. Крючок, по-моему, делается вот из... Лида. Да. Лид. Сейчас мы... Да. Крючок. Что это такое? Буллит. А, ну понятно. Это у нас... Так, крючок. Да. Кстати, костюм для этого противорадиационный. Так. И... Кстати, у меня одна идейка есть. По-моему... У меня есть очки, да. И я хотел бы их вкачать сейчас. Два очка. Мискрафтинг. Кукер крафтинг. Так, мискрафтинг. Вот. Не знаю. Но это, по-моему, кстати, не очень влияет, честно говоря, на... Это сейчас подумал. Наверное, на это на... Удочку это, наверное, не очень сильно влияет. Но сейчас узнаем. Бамбу кейн. Делаем. Пять секунд. Быстро делает удочку. Удивление. Так, а клей у нас есть? Есть. Так, что у нас там? Не. Не. Бамбу кейн все равно остается таким фиговым. Так, хорошо. Дальше что? Дальше нам нужно люр. Для этого люр. Смол. Так, это у нас молди-бред, бумага и чистая вода. Вот, интересно как. Так, бумага. И хлебушек. Да, этот хлеб, честно говоря, добываешь-добываешь, а потом вот так его на люр спускаешь. Кстати, очень маленький шанс, я смотрю. Так, а что если вот это использовать? Фиш инклюр. Без шансы 50% поймать маленькую рыбу. Ну, давайте-ка тогда вложимся, наверное, вот в это дело. И еще сделаем корнмилл себе. Если у меня его нету. Да, корнмилл пригодится. Блин, а где этот корнмилл-то брать? А у меня кукурузы-то нет целой, да, похоже? Так, это семена ведь. Кукурузы нету. Фигня. А в каком у нас биоме, друзья, есть кукуруза? Вот надо за кукурузой смотаться, пожалуй, наверное. Кстати, вот что я хочу сказать. Я думаю, что на приход зомбей в эту ночь надо, наверное, использовать все-таки оружие, которое огнестрельное у меня есть. Почему бы нет? Вот, я думаю, это будет интересно. Так, хорошо. Давайте тогда сделаем вот что. Наверное, мне надо сходить за кукурузой. Но вот, черт побери, в каком регионе она находится? Наверное, она находится в том же регионе, где... Все эти... Так, это мы. Не, не в пустыне точно вроде. Так, так, так. Да уж. Кукурузку ты не знаешь, где найти. Но вот тут вот может быть. В этих полях. Хотя, видите, лес разного цвета. Вот тут вот хвойный вроде. Да, наверное. А тут вот посветлее он такой. Вот или в степи. Надо в степь ехать, короче. Так, ну ладно. Давайте тогда... С этим тогда отложимся, наверное. Да, я, конечно, хотел... Нет, не буду откладываться. Все, 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 все. Давайте, короче, сделаем обычную приманку. Три штуки сделаем и все. И поедем. Потому что надо поймать рыбеху. Я вот прям очень хочу рыбеху поймать. Вот. А для этого надо хотя бы вылезти отсюда. А я так и буду тут сидеть тогда. До потери пульса, если ничего не произойдет. Итак, друзья, я сделал наживку. Вот эту вот... Вернее, не наживку, а маленькую приманку. Так, теперь мне нужно взять, наверное, червей, если не у меня есть. А где у меня черви-то были? Где-то ведь у меня были черви, друзья. А, во. Так, возьмем червей для рыбалки. И, кстати, у меня рыбак стал второго уровня. Написали мне опыт, так сказать. Поэтому давайте-ка так вот. Вот тут, кстати, надо тоже подкинуть, наверное. А, тут столько не нужно. Мне рыбак стал второго уровня. Я вот думаю, что, наверное, будет здорово, если я заново создам удочку. Возможно, она будет гораздо круче, чем была до этого. Поэтому, как бы... Опять мне нужно сделать крючок быстро. Ну, давайте я все это подготовлю заранее. А потом уже встретимся на месте ловли. Да, потому что... Че время терять, правда ведь? Так, друзья, я подъехал к тому месту, где собираюсь ловить. И это старое мое рыбацкое место, где еще и рыбак есть. Так, пока я тут ехал нескольких зомби. Убил они, правда, меня тоже немножко убили. Но, ничего, выживем. Так, рыбак здесь. Кстати, а что у тебя там? Так, ну ладно, ничего вроде. Здесь я рыбачил. Здесь я собираю фрукты. Кстати, друзья, я еще здесь привез кое-какого хлама, чтобы посадить. Так сказать, ну не хлама, конечно, а тоже кое-каких фруктов. Например, вот финики. Сейчас, не знаю, получится у меня, не получится их посадить. Так, ладно. С этим покончено. И кокос. Ну вот кокос, конечно, особо интересно будет здесь посадить. Не знаю, вырастет он, не вырастет. Вот беру сразу эту траву. Она, видимо, мне... Ух ты, дрянь, ну что ж такое? Это прям последнее время. Мне крайне прям не везет с зомбиами. Они как-то меня подлавливают, что ли, не знаю. Так, половите. Сделал я две удочки, друзья. Две удочки. О, забыл зарядить ловушки пшеничкой. Ну ладно. Так, это можно скушать, кстати, одну. Давайте попробуем использовать приманку. Так, я кинул ее в воду, мне написали, да. И поехали. Ждем рыбку. Здесь главное ее подсечь левой кнопкой мышки, а забрать правой. Ну вот пока фигня. Ждем. У меня еще наживка, вот иконочка. Такая слева там. Есть. Так, ну что, схватил я ее? Есть рыбу я получил. Друзья, наконец-то я рыбу получил. Где мой... Где, черт побери, этот фишинг? Получите рыбу. Я получил рыбу. Черт, тебя дери. Закончишь мне этот квест или нет? Селать активным. И чего? Рыбы, что ли, нет у меня? Ладно. Может быть, он это не засчитал. Давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эх, друзья. Короче говоря, не будет у меня второй рыбы. Не знаю, что мне делать Может быть, ее надо, конечно, разделать, эту рыбу Чтобы у них считается получить То есть получить это разделать, допустим Вполне возможно, я не знаю Надо тогда положить ее на какой-то стол, там, как говорят они И с помощью ножа выпотрошить, я так понимаю Может быть, это и есть та рыба, про которую идет речь Надо проверить В общем, сейчас я, наверное, отправлюсь домой Только после того, как соберу вот эти фрукты И встретимся тогда уже на базе Давайте попробуем что-нибудь сделать с рыбой Выложу ее сюда, ее возьму еще раз Нет, рыбы нету Так, что еще можно сделать, использовать Так, положить на стол Говорят, положить на стол, да, ее надо как-то Так, что если я сделаю еще один деревянный стол Так, для деревянного стола, по-моему, нужно и гвозди Вот, поставил стол Может быть, ее надо положить О! Ничего себе Так, отлично Берем нож Так, я получил Рыбное филе, друзья Рыбное филе, но, черт побери, никакой рыбы мне не засчитали В общем, не знаю, что с этим делать И, наверное, мы уже будем с этим разбираться Если будем, то в следующей серии Спасибо вам большое за внимание Это была игра 7 Days to Die Наслужите инсейн с бегущими зомби С модом Starvation С вами был Григорий На канале Игоря Не Плей Заходите ко мне, ставьте лайки Подписывайтесь и комментируйте мои видео А я вам желаю всего хорошего До новых встреч Пока! Продолжение следует...